Привет! Вы смотрите очередной выпуск тележурнала Виртуальный мир на телеканале ТНТ Онега. Новости из мира компьютерного железа. Веб-корпорация Google анонсировала портативный компьютер под управлением операционной системы Chrome OS. 11,5-дюймовую модель Chromebook, производящуюся компанией Samsung. Ноутбук оснащен двухъядерным ARM-процессором Exynos 5 и 2 гигабайтами оперативной памяти. Вместимость интегрированного флеш-накопителя составляет 16 гигабайт и еще 100 выделяется бесплатно на два года в сетевом хранилище Google Drive. Chromebook имеет адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, порты USB 3.0 и 2.0, а также интерфейс HDMI. Компьютер рассчитан на работу прежде всего с веб-приложениями и онлайновыми сервисами, но утверждается, что он справляется с обработкой видео высокой четкости. Заявленное время автономной работы 6,5 часов. Прием предварительных заказов на новинку уже стартовал. Цена около 250 долларов. Напомним также, что Google еще и сдает хромбуки в аренду за 30 долларов в месяц. В стоимость включены гарантия на аппаратные компоненты, веб-консоль управления и круглосуточная техническая поддержка. Любителям статистики и различных технологичных аксессуаров эта новость придется по вкусу. Компания Lark Technologies принимает предварительные заказы на браслет Lark Life, предназначенный для мониторинга суточной активности человека и планирования распорядка дня. Новинка, надевающаяся на запястье, оснащена различными датчиками, благодаря которым позволяет оценить пройденное за день расстояние и количество сожженных калорий. Специальное приложение для платформы iOS на основе собранных данных поможет скорректировать график спортивных тренировок для достижения наилучшего результата, а также поможет подобрать рацион и определить оптимальное время приема пищи. Lark Life напомнит, что нужно сделать перерыв на отдых во время работы для достижения максимальной продуктивности. Оставив браслет на руке на ночь, его владелец сможет узнать, как долго он засыпал и насколько здоровым был сон. А в назначенное время Lark Life разбудит своего хозяина легкой вибрацией. Обмен данными с мобильным устройством осуществляется без проводов. Заявленное время автономной работы достигает 48 часов. Большая резня теперь и под Windows. Консольный слэшер «Викинг. Битва за Асгард» вышел на ПК, информирует мир российский издатель игры компания 1С Soft Club. Игра основывается на, цитата, «богатой скандинавской мифологии», конец цитаты, а именно распрях, возникших в Асгарде Мире Богов. Хель, дочь бога обмана Локи, восстала против Одина, за что была изгнана в Миргард к людям. Но дамочка не успокоилась. Она призвала армию мертвых викингов и отправилась на поиски Фенрира, волка, который положит конец божеской оккупации. Спасать пантеон предлагается игрокам. В общем, придется изрядно попутешествовать и сразиться с парой сотен противников. К этому добавим, видный заслуженный отечественный издатель и локализатор предлагает купить Ягу в своем цифровом магазине. А коробочного релиза не будет. Знаете ли вы, что цифровое ТВ от Сампору можно смотреть бесплатно и без приставки? Для этого всего-то и надо подключить к медиаплееру или современному телевизору, поддерживающему функцию Smart TV, интернет-кабель сети Сампору. А затем, используя инструкцию к устройству, настроить цифровое ТВ. Но даже если из всех телевизоров дома только монитор компьютера, трудно остаться на обочине. Для бесплатного просмотра, как и в случае с телевизором, на компьютеры доступны все эфирные каналы. Чтобы оценить возможности цифрового телевидения, всего-то надо закачать и установить любой из двух доступных медиапроигрывателей. Плейлист с адресами телепотоков находится по адресу iptv.sampa.ru. Вся подробная информация о цифровом телевидении там же и на сайте провайдера sampa.ru. А на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю, там мы посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока!